Ну что, пожалуйста. Всем здравствуйте, меня уже представили. Я психолог, я занимаюсь также исследованиями. И здесь сейчас... Не слышно, здесь... Давайте, потише, встанем просто и быстро. Я попробую. Актерского мастерства у меня много, особенно с голосом тоже. Надеюсь, будет слышно. Итак, в первую очередь, что хотелось бы сказать, сейчас немного о телесности и эволюции вообще. Потому что для человечества, как такового, характерен определенный маятник. У нас то мы уходим в телесность, то мы уходим в разум или нетелесность, или отрицание телесности. Потом мы вновь вспоминаем, что телесность — это замечательно. И так можно, в принципе, рассмотреть историю человечества, ну, проще всего с Европой, именно в контексте этих качений маятник. Со временем у нас добавились новые маятники. Это эмоции и разум, это мозг и сознание. Сейчас это очень популярная тема, о которой любят и много говорить, и много что-то делать, и много предлагают. И, к сожалению, иногда бывает такая история, что появляется материал, который якобы звучит очень хорошо и очень классно, предлагает нечто вроде даже адекватное, но только со временем станет понятно, что это совершенно нездорово, совершенно вредно и неправильно. И уже эта тема о возможной вредоносности прозвучала. Но об этом, вот как раз, мне кажется, и важно говорить в вопросах развития телесности. То есть с тела, в принципе, началось развитие. Вначале появились клетки, до этого, говорят, тут еще были хитрые молекулы, я в этом смысле не биолог, поэтому не берусь воспроизводить, как они звучат. Однако с телесности зародилось все. И то, что, например, лично мне импонируют взгляды, это главная задача, это появление отражающего опережения. Многие, кто сталкивались с психологией, слышали определение психики. Психика – это свойство высокоорганизованной материи и так далее. Но, когда мы говорим просто об отражении, мы формируем идею, что есть причинно-следственная связь, и есть обязательно реакция. Как будто никакого развития нет. Нет, человек – это нечто, что всегда реагирует. Может быть, на что-то очень сложное, но какое тогда развитие? Попытки ввести идею активности, активности сознания, активности человека, о том, что что-то из него рождается, и он изменяет мир. К сожалению, очень часто сталкивались с теоретической науке, с проблемами, и в плане того, как это исследовать, просто нет возможности сейчас ряд вещей поймать. Даже при том, какие у нас сложные есть устройства, то же самое биоспектротомограф, который позволяет фактически увидеть конкретные нейромедиаторы в мозгу, которые куда-то бегут или куда-то убегают. Сейчас это все еще невозможно настолько, насколько бы нам всем хотелось. И что тогда делать? Где эволюция? Как это все может происходить? И что делать конкретному человеку со своей жизнью? Для меня хотелось бы сказать такую штуку, что эволюция в целом, казалось бы, подразумевает развитие всегда к чему-то хорошему, но далеко не всегда она к нему приводит. Возьмем хоббитов, если кто-то знает, это люди, которые, по сути, деградировали в процессе эволюции ввиду того, как изменилась среда. Им не нужно было уметь. Их мозг стал настолько мал, что они почему-то вымерли. Может быть, это связано с мозгом, может быть, нет. Это нам неизвестно до конца. И поэтому, когда эволюция происходит, необходимо побеждать в своем опережающем отражении. Наши цели, которые рождаются из нас, являются эмерилом того, что мы делаем, и в то же самое время позволяют нам развиваться, лучше специализироваться на том, что мы могли бы делать. Как тогда действовать? Потому что рано или поздно, когда вы исследуете, изучаете, пытаетесь развиться, вы столкнетесь с чем-то потенциально опасным, очень сложным. В частности, вот те примеры, которые приводили мои коллеги до этого. Я считаю, что здесь важный ответ для себя – это попытаться обеспечить минимальную безопасность, потому что мы все обязательно в процессе попыток развития будем сталкиваться и с ошибками, и с сложностями. Но главное – не забывать о базовой безопасности. То есть каждый может развиваться как может, пока это не вредит его здоровью. Это основная мысль, и также хотелось еще заметить такой маленький, мне очень понравилось по поводу игры, спасибо, это потрясающе. Человек всегда прекрасно играет, и в игре мы улучшимся лучше всего, потому что в игре не так опасна ошибка. Поэтому некоторая игровая часть позволяет нам получить и безопасность, и увлекательность, и ценность, и значимость. Именно в таких процессах обучение происходит максимально быстро. Если хотите, потом впервые могу чуть подробнее. Спасибо. Спасибо, Матвей. Евгений Файдерш, пожалуйста. Вот, я хотел немножко заполнить очень интересное выступление Германа, потому что тема, которую затрону не очень близки, прежде всего, конечно, тема связи телесности и энергии. Потому что жизненная энергия – это одна из моих любимых тем. Вот одна, мы слышали, это картографирование тонкоматериальной реальности, а вторая – это как раз природа жизненной энергии. Ну, как вы помните, значит, мы с Володей оба физики по образованию, поэтому я здесь стараюсь использовать, с одной стороны, максимальное приближение к традиции, Индия, в первую очередь, Китай, то есть это прана, цир, детство йогой занимают, цигуном, акупунктурой, то есть как бы все эти вещи, где и работает жизненная энергия, знаю, можно сказать, своими руками. Пережил через себя и, так сказать, использовал в практической работе. И с другой стороны, физика. Когда ты говоришь, что физики нет жизненной энергии, это в классической физике. Классическая физика – это физика равноместная, линейная, вот то, что нам в школе учили. Где-то вот уже, значит, со второй половины 20-го века появились направления, связанные с неравновесной физикой. Первый, кто, значит, это направление открыл, был такой известный биофизик Эрин Бауэр, который жил в СССР до Второй мировой войны. Вот его классическая книга на пути к теоретической биологии, на которую ссылаются все нобелевские лауреаты, которые по этому направлению получили и так далее. Это знаменитые опыты Белоусова с неравновесными системами химическими. И уже признанное направление, которое, значит, увенчалось нобелевской премией – это работы Ильи Пригожина по неравновесной термодинамике. Соответственно, информационное направление, связанное тоже с неравновесностью, это работы Бриллиана, это французский физик, 50-е годы. Он как раз первый ввел понятие негоэнтропии. И негоэнтропия, и энтропия – это вещи, которые пальцами не пощупаешь, и может только косвенно измерить. Но это вещи вполне реальные. Скажем, вот энтропия – это понятие, которое было введено в 19 веке, еще даже до понимания природы атомо-молекулярной материи. Но на его основе работают все современные тепловые машины. Двигатели внутреннего сгорания, различные холодильные установки, соответственно, атомные электростанции и так далее, и так далее. Вот это все строится на понятии энтропии, второй начал тимодинамики. А для неравновесных систем, которым является и человек, это понятие жизненной энергии или негаэнтропии. То есть, если мы говорим о физическом аналоге жизненной энергии, это именно негаэнтропия. То, что физики измеряется, известно. И опять же, померить все это можно. Когда мы говорим, что место плохое – это субъективное ощущение, это спектр каких-то переживаний, конечно, это есть. Но есть вполне объективный способ это померить. Биотесты – классический вариант, который уже лет 40 используется во всем мире. Сажаются растения, и вы смотрите, как быстро он прорастает. Или он вообще погибает. Вот он показатель биогенности места. Всегда это можно проверить. Культура бактерий. Вот там знаменитые были эксперименты казначей с культурами бактерий или с культурами тканей. Тоже это тест, который реагирует. Скорость роста таких растений, как бамбук. Это прямо механотрон, проросток бамбука. Вы его ставите, у вас сразу на приборе скорость роста видно. Это прямая корреляция жизненной энергии. И так далее, и так далее. Про субъективные уже переживания не говорят. Поэтому жизненная энергия – это вполне объективный, важнейший фактор. И более того, он гораздо древнее, чем понятие физической энергии. Потому что в Индии – это прана. В Китае – это ци. Ну и у каждого народа это определенная терминология названия этого понятия. И если мы говорим о телесных техниках, вспоминаем Эльгельма Райка. Это один из основоположников этого направления. И одновременно этот основоположник как раз направление связанное с жизненной энергией. Он ввел понятие аргона. Это аналог жизненной энергии. И он придумал аргонный генератор. Заменитое резонатор Эльгельма Райка. Который использовался для лечения даже онкологических заболеваний. Поэтому если мы говорим о телесности, то дитя разрывна, связанная с жизненной энергией. Спасибо. Немножко в продолжение вашей темы и нашего общего разговора про местность, где высаживаешь праны достаточно много и что-то прекрасно растет. Один мой знакомый профессор, он несколько лет назад сделал очень интересную тему о карте местности города и суицидах. Очень интересно оказалось, что в определенных районах количество самоубийств, оно как-то конденсировано, в отличие от других районов. То есть мы тоже можем предположить, что карта земли, карта местности, карта города, есть, так скажем, то, что называется «нехорошие квартиры», которую писал Булдак. И это реальность, с которой мы соприкасаемся каждый раз. И это не только то, что способствует жизни, это не только то, что способствует развитию, но и то, что способствует смерти. То есть некий баланс между жизнью и смертью, между тем, что Зигмунд Фройд назвал «энергия либидо», как в целом стремление к жизни, да, и энергия мартида. И вот некий такой баланс между жизнью и смертью, вот это и есть нечто эволюционное. Именно с этим мы соприкасаемся в трансперсональной психологии, а именно в состояниях экстатических, в состояниях холотропных, в состояниях сознания, да, когда мы соприкасаемся с тайной жизнью, с тайной смертью, с тайной возрождения. И здесь, конечно, соприкасаясь с тем, кто проходили холотропное состояние, те, кто знают на себе, что это такое, вы, проходя и сами, и видя это в группах, неоднократно замечали, что бывают переживания, когда люди ощущают и переживают себя животными, растениями, когда люди переживают себя простейшими, одноклеточными, или это бывает состояние неорганической материи, да, то есть то, что мы называем неживым. Но даже в этом неживом мы находим и ощущаем вот это присутствие жизни, вот эту тайну жизни, вот эту тайну трансформации. И невозможно соприкасновение с эволюцией и понимание эволюции как отдельного существа человека, а это прежде всего, это некий общий процесс, да, и причастность к этому процессу, да, то есть как причастность наша к энергиям либидо и мартида, также и причастность к эволюции, либо к тому, что является чем-то противоположным эволюционным процессам. И мне бы хотелось спросить Дмитрия Шминкова о неких процессах, которые в его практиках, в его программах присутствуют и связаны с эволюционными. Можно где-то спросить? Спасибо большое, да. Тут мне бы хотелось, наверное, отметить про эволюцию сознания, во-первых, отдельных людей, которые происходят в группе, а во-вторых, про эволюцию в целом групп как таковых. Вот самое главное, мне кажется, вот то, что во всех случаях мы наблюдаем, это, скажем так, изменение восприятия, связанное с подключением к ощущениям другого человека. То есть тот момент, когда я сознательно в групповом процессе соглашаюсь, во-первых, открыть свой поток, такой образ эмоционально-чувственный того, что я переживаю, и для того, чтобы мне это сделать, мне нужно впустить, дать возможность другому человеку проявить этот образ. Я таким образом начинаю видеть, то есть у меня в моем сознании складывается интегральный образ того, что происходит в группе как в целом. И на определенном этапе, если я действительно открываю свою способность к переживанию и со-переживанию, я начинаю чувствовать в единицу времени много чувств, которые для меня это было личным таким большим открытием, то, что в единицу времени я испытываю не одно какое-то чувство, например, радость, но одновременно с этим могу чувствовать какой-то, например, стыд за эту радость, и, например, страх потерять радость, и еще какой-то спектр цены. То есть это не одно какое-то монохромное состояние, а целая линейка ощущений. И самое интересное в групповом процессе, который происходит именно в моменте настоящего, в котором мы делим все истории, а именно выражаем то, что мы чувствуем и переживаем, происходит очень быстрое сопереживание другому человеку. То есть я только что чувствовал радость, например, воодушевление, кто-то поделился болью, и я с удивлением обнаруживаю, что у меня первая реакция, я хочу как будто бы помочь этому человеку, но на самом деле у меня есть желание как-то подавить, спрятать эту боль. А за этим кроется то, что я уже почувствовал эту боль. И боль того, мне еще и неприятно, потому что я вроде только что чувствовал радость, а тут я, в общем-то, сопережил и чувствую уже боль. И вот в этот момент, обнаруживая вот этот сложный спектр ощущений от того, что я и чувствую боль, и страх от того, что я ее чувствую, и чувствую радость от того, что я все-таки ее чувствую, и немного мне еще не по себе от того, что я вроде бы не хотел, чтобы так быстро у меня все менялось внутри. Но я, если это все идентифицировал и, собственно говоря, выразил, я обнаруживаю, что мое переживание тут же снова поменялось. Я уже чувствую себя освободившимся человеком, каким-то выразившим, в каком-то смысле иногда, может быть, даже опустошенным, иногда, наоборот, выразил и наполнился. И начинаю видеть, как дальше динамика меняет систему. И в этом контексте довольно быстро я начинаю, примерно это обычно полчаса, 40 минут, если вот люди готовы, происходит синхронизация вот этого состояния, и я начинаю чувствовать то, что чувствует группа как целая. Вот это для меня самое удивительное, такой трансперсональный скачок, потому что описать это очень сложно. Вот развивается очень мощная интуиция, которая играет очень важное значение, допустим, в рабочих каких-то процессах. Потому что постепенно этот навык быстро подключиться и считать вот эту эмоциональную сигнатуру, которая носит очень сложный характер, это очень полезно для любых деловых вопросов, потому что это за надконвенциональное такое осознание, то, что ребята уже говорили про переживание скорее, не про рациональное какое-то рассуждение и интерпретацию через призм предыдущего опыта, а какой-то трубой совершенно канал многомерной и сложной передачи информации, которая позволяет принять очень верное решение в конечном итоге, с точки зрения результата. И последнее в этом, у меня аналогия такая пришла в голову, что это очень сильно напоминает формирование языка у ребенка. То есть вот когда ребенок слышит множество звуков вокруг и слышит и видит определенные действия и результаты, которые с этим связаны, и постепенно формируется, конденсируется в понятии отдельных слогов, букв, слов целых, предложений. И вот этот эмоциональный язык, который в том числе открывается, вот он для меня тоже стал, вот мое личное такое впечатление, он стал конденсироваться в форме отдельных каких-то слов, букв, целых предложений, целого языка. Я для себя его интерпретировал и сам для себя осознал, как язык сердца, как язык любви. То есть это то, что помогает какую-то очень сильную сложность увидеть. И не однозначность, не монохромность, а вот такую полихроматичную картину, многомерную, которую очень сложно бывает языком писать. И здесь вот язык творчества, как раз, о котором мы уже упоминали, он становится одним из лучших языков писания, потому что он позволяет эту многомерную сложность как-то, пусть все равно в упрощенном виде, но все равно выразить, как-то передать. В этом смысле вот эволюция, как индивиды, допустим, она дает очень много в этом плане, потому что он из индивида превращает, он остается индивидом, но очень сложный, очень яркий, красивый индивид, в котором возникает очень богатая картина мира, и одновременно с этим возникает богатый аппарат выражения себя, своих чувств, своих переживаний, и это дает возможность иногда очень тонко объяснить какие-то такие моменты, в коммуникациях, в которых сложно коммуникациях, как-то так выразить, и понимать другого человека. Я не знаю, когда есть супруга, вдруг говорит, не знаю, я не про мою супругу, но ты козел, но за этим можно услышать, мне больно, помоги мне, например. И это не фантазия, а это прям реальность, ты можешь понимать, что человек ведут глубоко где-то в слоях. Спасибо. Может быть, вы продолжите тему про козлов? Прямо у меня сейчас выступление Димы там вверх сразу в голове всего вызвал, это прекрасно. Значит, во-первых, а можно я сидеть? Конечно. Меня не видно. Не видно, наверное. Очень красиво строите. Я про несколько моментов. Первый по поводу эмоций, способности эти эмоции выражать. Я хотел подхватить эту тему, тоже телесную абсолютно, потому что, в общем, наличие эмоций обусловлено в нас физическим телом. Если бы физического тела не было, никаких эмоций бы ниоткуда было взяться. Есть такое упражнение в актерской школе Майзнера. Я иногда на тренингах его использую, но мне дико нравится, потому что оно показывает, до какой степени вот этот самый эмоциональный интеллект у современного человека находится в очень слаборазвитом состоянии. Два человека становятся спиной друг к другу и по сигналу разворачиваются лицами и один из них говорит спонтанно первый попавшийся комплимент относительно внешности другого. Ну, например, у тебя красивые глаза, мне это нравится. Задача второго человека тут же отследить свою реакцию и повторить его фразу, сказать, тебе нравятся мои глаза, и сказать, что он чувствует по этому поводу. Ну, например, мне приятно. И дальше эти двое начинают просто пинг-понгом повторять эту фразу, тебе приятно, да, мне приятно, тебе приятно, да, мне приятно. До тех пор, пока один из них не почувствует какое-то изменение, что мое состояние уже поменялось. То есть мне уже неприятно, что-то другое там теперь. Это очень здорово работает для артистов, потому что артистам полезно штамп из себя счищать, чтобы там не возникало вот это все, чтобы искреннее сопереживание, которое вот в сию секунду, да, а для людей не актерской профессии это помогает настроить связь между тем, что я чувствую, и тем, чтобы сказать об этом вслух. И там начинаются удивительные вещи, потому что, например, вот мы, например, говорим там с Германом, тебе приятно, мне приятно, тебе приятно, мне приятно, вдруг человек чувствует, что ему становится скучно. Он говорит, а мне скучно. Остал уже. О, и это вот это прекрасный момент, когда человек вместо того, чтобы говорить о том, что я чувствую, начинает превращать это, что ты меня достал, да? И это прям тоже классическая совершенно история, спасибо. Или же человек говорит, мне скучно, и в этот момент, сейчас посмотрите на меня, другой говорит, а мне все равно. И в одно я говорю, стоп, а теперь честно, что ты чувствуешь? Он говорит, а мне все равно. Я говорю, да, я особенно на лице. Мне все равно. А на самом деле, что ты чувствуешь? О, я, мне больно. Как интересно. И вот в этот момент начинаются множественные инсайды у людей и по одну, и по другую сторону, что оказывается, я всю жизнь привык говорить, мне все равно там, где мне больно, что мне смешно там, где мне не смешно. Вот сейчас только что вышел гениальный, совершенный фильм «Джокер». Если вы еще на него не сходили, вот прям сходите обязательно, потому что я вышел в полном восторге от того, что этот фильм – это демонстрация того, что такое непроработанная теневая сторона личности. Этот фильм весь происходит в голове одного человека, по сути, если на него посмотреть, как на метафору. И вот, условно говоря, то, куда мы с Германом закопались, но мы там сейчас целый тренинг на эту тему создаем, что происходит, когда у меня нету разрешения самому себе честно сказать, а что я чувствую в данный момент. Честно сказать своему партнеру, ты знаешь, мне сейчас больно. Это не значит, что меня надо срочно спасать, или что ты плохой, ну просто мне больно, да. Это много чего касается. Это касается и контакта с телом напрямую, конечно же, потому что, ну, я буду делать вид, что мне окей, что мне все равно, я буду делать вид день, два, три, месяц, год. Через два года у меня заклинит шею, потом спину, потом начнут желудок побаливать. Ну, дальше можно не продолжать, да? И это все ровно вот об этой связи. И вторая часть, которую я бы хотел очень сейчас затронуть, это вообще у меня так прям проницает. Мне кажется, простите мне это абсолютно вот волюнтаристское ненаучное заявление, мне кажется, что эволюция это вообще творческий процесс. Личностная. Почему? Потому что я иногда вот ловлю себя на том, что я сейчас, наверное, опять банальность, общее место скажу, что ведь наша картина мира, вы когда-нибудь, ну, наверняка задумывались о том, что то, как мы воспринимаем окружающий мир, это только там на 2, на 3, на 5 процентов непосредственно воспринимаемая нами реальность. А остальные 95 – это то, что мы опускаем, достраиваем, додумываем, обобщаем. То есть фактически мозг занимается несанкционированным творчеством 99% времени. Офигительно творческая машина у нас здесь в голове находится. Соответственно, если мы это делаем бессознательно до какого-то момента, то почему бы нам не взять эту присущую нам функцию творить мир, просто делать это сознательно. И если я творческим методом убедил абсолютно себя в том, что, например, я маленький, слабый и всего боюсь, ну, много людей, которые бессознательно себя там убедили в этом на протяжении первых 20 лет жизни. И они убедили в этом окружающий мир и прекрасно играют в эту игру с окружающим миром. Играет в жертв, например. Вот такая игра, популярная очень. То можно в этот, если в какой-то момент мне надоедает, и если в какой-то момент мне кажется, что, может быть, уже хватит, я могу точно так же использовать творческие возможности своего мозга, навык связи со своим телом, навык связи со своими эмоциями, эту я-концепцию и это представление о мире пересотворить. И вот в этом месте уже абсолютно стираются грани между тем, где реальность, где творчество и где творение индивидуальной реальности, и где она из индивидуальной становится групповой. Потому что если я в какой-то момент достаточно убедил себя, что я не маленький, не слабый, не жертва, а я большой, сильный, творческий и свободный и так далее, то в какой-то момент люди начинают это считывать просто с меня на уровне телесных сигналов. И таким образом я начинаю влиять на пространство вокруг себя. И в какой-то момент люди могут даже прийти и сказать, послушай, а как ты это делаешь, а может быть у всех секрет такой есть. И возникает ровно вот то общение, про которое Дима говорил только что, что я начинаю из себя и с собой творить мир принципиально другого качества. И в этом смысле вот здесь сидит, мне кажется, 100 с лишним творцов, каждый из которых может вот таким вот образом, точечно, я прям вспоминаю, вот эту схему прекрасную, создавать вообще другую вселенную вокруг себя, прямо вот с нынешнего момента. Спасибо. И хотелось бы добавить также, как раз в продолжение темы, у меня был замечательный опыт, хотя, конечно, назвать его замечательным в момент, когда он происходил, было совершенно невозможно. По медицинской причине у меня временно глаз перестал видеть как раз в районе желтого пятна. Это то, что у нас центр внимания. И как вы думаете, то есть это происходило, когда я работал. То есть мне назначили лекарства, я принял лекарство, пошел работать, консультирую человек, все хорошо, но начинает происходить что-то немножечко странное. Понимаете? Я поначалу думаю, наверное, процесс идет как-то так по-особенному. Потом я думал, что может быть это я какой-то там чуть ли не мировой канал сломил. Потом я стал думать, что вообще, наверное, ну... Потому что я видел посреди того, что я вижу в самом центре своего зрения, вот в том, что я вижу, я видел какие-то странные, едва заметные узоры. И я обычно имею черту записывать то, что происходит на сессии, прямо в блокнотик посреди сессии, делать какие-то пометки, комментарии. И пытаясь сделать очередной из них, я понял то, что я не могу. Я не могу, потому что я не могу понять, где и что я буду писать, я не вижу, что я пишу. Я при этом сам своим зрением внутренним, не глазами. Я четко знал то, что в книжке, которую я открыл, моим почерком на русском языке, который я знаю, написаны слова, которые писал я менее чем пять минут назад. Но я не могу прочитать вообще ни слова. И телефон тоже такая же история. Я открываю телефон, буквы, ну вдруг у меня что-то с почерком там непонятное, мало ли. То есть я перебирал огромное количество самых идиотических идей. И чем мне было более дискомфортно по поводу того, что вообще-то я ищу работать вообще-то, слегка немного напрягало. Количество бредовых идей о том, что это может быть, повышалось. Пришельцы ко мне не прилетели, рептилоиды не пришли, жидорептилоиды тем более. Но это был потрясающий опыт, после которого я специально и со специалистом по фото, и со специалистом-физиологом. Я долго их насиловал на тему того, чтобы узнать, что ж такое глаз, как это все работает. И знаете что? Если бы мы с сетчатки глаза получали бы ту информацию, которую регистрируют рецепторы в этой сетчатке, зрительный нерв толщиной был бы, скорее всего, как мне рассказывали медики, толщиной с запястья. То есть, ну, про красоту и эстетичность человека, который видит все своими глазами, мы будем пока молчать. Мозг удивительно устроен. Количество, по сути, матрица, которая у нас в каждой сетчатке, превосходит самый крутой сейчас фотоаппарат. Хотя скоро, я думаю, это произойдет. Но мы потрясающе оптимизируем. Мы делаем максимум, чтобы делать минимум. А дальше мозг достраивает. За счет этого мы получаем способность понимать расстояние. За счет этого мы получаем очень много всего. Но мы не видим мир вообще. Мы очень мало видим от того, что происходит. Поэтому люди, кто видели эксперименты с селективным вниманием, не замечают гориллу, которая посреди видеозаписи просто вот так танцует. Я видел вариант, когда использовали не только гориллу, но еще и человека в кислотном костюме банана. И они там дрались с гориллой. И около 60% выборки не замечали. И вот вторая часть, о чем я хотел бы добавить, это о том, как мы не замечаем. В процессе исследования сознания, что это такое, что такое сознательный процесс и бессознательный, выдвигали разные гипотезы, и сейчас все еще не пришли к ответу. Некоторые, и то, что мне больше все импонирует, предполагают, что сознание носит характер прожектора. Это момент, когда мы как бы рекурсивно перевоспроизводим то, что у нас произошло, и в этот момент осознаем, что я сейчас сделаю. То есть сознание как будто пытается догнать мозг. Интересная версия, и пока это только версия. Но в процессе исследования пытались найти, что же происходит, когда человек игнорирует. Будет ли человек осознавать или не будет. И удивительная вещь. Человек, как оператор, которому предлагалось, вначале у него формировали устойчивую реакцию, что-то нежелательное. И он начинал игнорировать это, пытаться избегать. В процессе этого избегающего поведения до сознания действительно порог повышался. То есть все более сильный стимул человек смог бы заметить. То есть что-то страшное очень не заметит, а он не заметит. Что-то вот такое, что перед глазами стоит и прямо его трогает, он начинает замечать. И дальше заметили интересную странность, которая просто раскрыла тему. Оказалось, что мозг все равно работает. Если мы сознанием не заметили стимул, который игнорируем, мозг все равно его будет обрабатывать ровно так же, как если бы стимул был в сознании. Влияет ли это? Во-первых, да, влияет. Во-вторых, в процессе игнорирования на порядок снижается порог чувствительности. То есть то, на что бы вы в жизни не среагировали как на неприятное, если вы игнорируете это, на вас будет влиять на порядок сильнее. И вот эта особенность с игнорированием, с тем, что лежит за пределами нашего сознания, за пределами нашей персоны, это потрясающий инструмент для развития и для того, чтобы сделать в своей жизни что-то ужасное. Надеюсь, что мы не будем это все делать. Спасибо. А что психиатор скажет? Марс, пожалуйста. Ну, да, в клиническом мышлении всегда мозг начинает перебирать симптомы, и к чему-то относительно. Врачи бы назвали это какой-нибудь мигренозной аурой или эпиактивностью мозга, что не связано с глазом, а с отделом мозга. Ну, я как хронический мигренщик в прошлом, а знаю, что такое выпадение полезвения целых и все эти узоры. И мы уже сейчас знаем, и с неврологами тоже, в том числе неврологи, уже относят и эпиактивность к психосоматике, да, и мы знаем, что, ну, это действительно, зная свои, там, 6-8-часовые мигренозные приступы, что это, ну, это полноценный трип, не только с изменением, там, полей зрения, головной боли, но это действительно целое путешествие, потому что все эти часы лежишь закрытыми глазами, мучаешься от боли, но в это время, ты совершаешь путешествия во многие страны различные, по мирамм. А по поводу того, что сказал Андрей, как врач я полностью соглашусь, что творческий процесс — это действительно эволюция, или эволюция — это творчество, да, и я люблю называть своих пациентов, в зависимости в том числе, эволюционерами. И когда ты имеешь такой подход, когда он слышит такой подход, то есть тут начинает меняться их мнение о себе и вообще о своем расстройстве. То есть, и тогда, исходя из этого, что болезнь, в принципе, это эволюционный процесс. Любое заболевание, есть эволюция. Вот, и... Болезнь — это эволюция. Болезнь — это эволюция, да. Духовный кризис — это величайший шанс. Зависимость — тоже путь к большим вратам. Или это по пути с вами. Известиме понравилось можно? Да, да, болезнь — это эволюция. Мне очень понравилось, сталкивался с материалом, что по одной из версий, результатом появления сознания, может быть, во всяком случае, повлиявшим, это повальное заболевание всей популяции еще до приматов одним вирусом конкретно. То есть, может быть, сознание — это результат вируса. Ну вот, я вроде бы все... Спасибо. Спасибо, Марс. Благодарю. Пожалуйста. Я хотел бы добавить тоже очень важный момент. С одной стороны, телесность — это мышечное движение, это ощущение своего телесного каркаса и так далее. Но, опять же, если мы возьмем атлас-аккупунктуру, посмотрим на тело человека, то дублируется все это или даже предвосхищается акупунктурными каналами. То есть, это сеть, которая покрывает все наше тело и снаружи, и изнутри. Порядка 60 тысяч на день. Вирусовы считают, там, китайцы тоже такого же порядка, но из них маленькая часть используется в медицине, а, в принципе, их очень-очень много. Поэтому, в принципе, вот те, кто занимался серьезными выходами в измененном состоянии сознания, понимают, что телесный опыт, он не с телом связан. То есть, ты можешь летать в параллельных мирах, в каких-то тонкоматериальных реальностях, делать там мудрые какие-то асаны, какие-то структурные изменения своего тела. Вот я в детстве просто помню, у меня эти часто были сны, выход — это из тела. То есть, я как бы не осознавал часто, как выходы, но представил, что, якобы перемещаясь, я знал какую-то, так сказать, позу, как расположить руки и ноги, чтобы полететь. Во сне это прекрасно помню. Когда я просыпался, у меня это с головы стиралось. А потом, когда я уже начал заниматься всеми этими техниками трансперсональными, как раз с Володей мы начинали в свое время, уже при выходе мощнейший инструмент. Ты делаешь какую-то мудру, ты можешь трансформировать вокруг себя мир, ты можешь перейти в другой мир, в другое пространство. Поэтому я считаю, что очень важный момент — не забывать о параллельно энергетической компоненте. Потому что у нас все-таки перехлестывает материалистическое воспитание, и мы стараемся все к физиологии, к телесности свести. Она есть, все правильно, но без энергии это не существует. И все эти мышечные травы, мышечные блоки, о которых мы очень интересно говорили, это прежде всего энергетическое образование. Если мы его не снимем, то сама мышечная компонента особого эффекта не даст. Поэтому если мы говорим об эмоциях, то эмоции — это прежде всего переживание энергетическое. Мышцы совсем не обязательны. Опять же тот же самый вариант секса, оргазмических состояний — это в принципе внетелесное состояние. То есть многие, как бы, едя путем домохозяев, этого не понимают. Ну, как бы секс обычно — это телесность перекресткающая. Но когда мы там серьезно начинаем изучать труды по тантре, практиковать эти вещи, мы понимаем, что сильнейший оргазм вообще не связан с сексуальным партнером и с какими-то телесными контактами. То есть это оргазмическое состояние. Это сильнейший, но если сравнить с обычным бытовым оргазмом, это все равно, что спичку зажгли и попытались при ее ганте, пока она не показала посмотреть. А тут у вас врубается атомный реактор, ну или костер, как минимум. Поэтому вот все это надо в синтезе обязательно делать. И просто вот я не специалист по телески, как-то я работаю немножко в другом управлении, но одновременно я телесными техниками все время занимаюсь. Ест вот там и йогой, и цигунном, и различными техниками, и тай-чичуань. Поэтому для меня тут все единое. Телесно-энергетический комплекс. Если интересно, можешь как-то немножко об этом поговорить. Вот в дополнение к уже сказанному. Пока идет круглый стол, с Сашей Жвакиной так вот переглянулись, перешептались, на что обратили внимание. На саму динамику, как выстраиваются выступления. И мы договорились, что мы не будем выстраивать структурно этот круглый стол. Мы пойдем за естественной динамикой, отслеживая невербалику высыпающих. То, что видно, один говорит, а у другого уже идет телесная реакция на сказанное предыдущим спикером. И вот тут переглядываемся, и мы говорим, ну что, скажешь? Да, скажу, есть что сказать. И вот одно перетекает в другое. Но мне кажется, что все очень здорово, очень складно получается. Это про слушание невербалики, слушание текста в совокупности с невербаликой. И мне кажется, то, что происходит, действительно создает одну единую канву раскрытия темы круглого стола. Ну что, кто-нибудь продолжит? Уже чтобы я пальцы вытрекал. Я два слова докинул про сочетание энергии и тела. Мы когда готовили один спектакль, у нас была довольно длительная лаборатория с чудесной совершенно девушкой, с постановщиком, Варвара Сазонова ее зовут. У нее, кстати, вы можете в Фейсбуке посмотреть, у нее есть целая лаборатория по работе с телом. И как раз мы там обнаружили, что если ты хочешь определенным образом, скажем так, энергетическую свою часть раскачать таким образом, чтобы, скажем, какие задачи стоят у театрального артиста, сделай так, чтобы в тот момент, когда придет и сядет в зал, там 500 мест, сделай так, чтобы в какой-то момент все эти люди не разные, абсолютно разношерстные люди, которые мне приспешли и сели, и не в телефоны полезли, или там общаться друг с другом, а чтобы они вот в едином, вдыхать в каком-то едином резонансе, чтобы они жили тем, что происходит на сцене. Соответственно, нужно сделать так, чтобы своей энергетикой включить энергетику зала и создать это некое взаимодействие, энергетическую свою основу. Для того, чтобы себя подготовить к этому, имеет смысл, там есть, был целый комплекс того, что нужно делать со своим телом, потому что, как бы вот, из холодного состояния, когда я зашел с улицы, ну, у меня может быть уже действительно неплохой актерский опыт, но все равно это сложно, и поэтому я определенным образом себя грею, настраиваю, и в какой-то момент вообще возникает ощущение того, что ты, вот как сказал антрополог Гротовский Александр, что я трубочка для коктейля, мое дело коктейль проводить, что ты в какой-то момент просто в проводник превращаешься, и твоя задача сделать так, все, что ты делаешь, все телесные практики, все, как ты над собой работаешь, вся твоя эволюция, личностная, это просто задача заключается в том, чтобы превратить себя в достаточно прочный и достаточно чистый проводник, для того, чтобы это большое количество энергии взаимодействия в частном с зрительным залом или с миром, через себя пропускать, потому что когда-то, например, не готов, когда-то еще начинающий человек, я очень хорошо помню эти свои состояния, абсолютно измененные, я подробно буду сегодня на своем воркшопе об этом рассказывать, и может быть даже что-то покажу, опять-таки, если у вас был свой опыт публичных выступлений, когда вы первый раз выходите на сцену, вы, может быть, даже помните это ощущение, что хомячка рвет в клочья просто, и вы потом вы выходите на сцену, а, я ничего не помню, что-то было, да, и я это помню по себе очень здорово, как это происходит, и, соответственно, для того, чтобы перед огромной массой зрительского зала, которая питает себя своим вниманием, а внимание и энергия очень часто складываются друг с другом, куда внимание, туда энергия, то для того, чтобы вот эту всю большую количество, этот поток через себя пропустить и вернуть обратно, имеет смысл очень-очень-очень-очень хорошо и плотно готовить не только сознание, но и тело в том числе. Поэтому я к предыдущему оратору полностью присоединяюсь, это, в общем, две составляющие, сцепленные между собой очень тесно. А человек, который, в общем, хорошо в контакте со своим телом, как у него энергетическая составляющая, по моим наблюдениям, на довольно хорошем уровне будет. То, что я хотел сказать. Спасибо, Андрей. Так, ну что, у нас есть полчаса для того, чтобы аудитория задавала вопросы, а выступающие... Да, Ирина, пожалуйста. Я не про вопросы, я про коктейльную палочку. Я тоже буду потом выступать, как раз про звук. Очень похоже на ту самую палочку, и это тоже очень влияет на энергетику, мне хотелось, чтобы проблему сознания добавить. Да, пожалуйста. Уже было неоднократно... Встаньте, представьте, что... На галерке тоже было слышно. Меня Алексей живет. Вот, уже было неоднократно доказано, что сознание, оно выступает как наблюдатель. И посредством томограммы было доказано, что сначала мод дает команду к действию тела, а потом наше сознание это осознает. То есть мы зачастую наблюдаем за тем, что делает наше тело, и большая часть информации обрабатывается без нашего участия. И поэтому, когда мы ведем какую-то умственную деятельность, не можем прийти к какому-то решению, потом бросаем это, мозг без нашего участия это дорабатывает, нам, как Эврик, приходят решения, которые мы давно искали. Спасибо. Добавьте, да, Да, здесь такой момент. Вот сейчас правильно сказал, да, Алексей, да. Есть действительно много экспериментов, и Джон Дилан Хайнс, в сути, Макса Планка делает это. С помощью функциональной МРТ они видят действительно то, что осознание, даже абстрактной интенции, какое-то происходит задержка. То есть сначала мозг действительно генерирует, прямо подготовка происходит, а потом уже возникает вот это «я решил, я там сказал, я это сделал». У меня всегда вот в этом моменте возникает расширение представления моего о себе. То есть я понимаю то, что тот «я», которым я себе идентифицирую, наверное, он просто шире больше, чем тот «я», с которым мне привычно. Просто хотелось дополнить, что это не говорит о том, что, ну, что он говорит, не «я там действует», это говорит о том, что направление показывает, что я шире, чем… Ну, это как то, что мы называем подсознанием, считается сверхсознанием. Оно просто не поддается нашему пониманию, оно сверхсознание. Позволяет выйти за границу, да, это очень классно. Хотелось бы тоже добавить, я, возможно, сейчас скажу довольно, ну, не самую хорошую мысль для ряда исследователей. К сожалению, когда мы используем методы, как МРТ, другие близкие спектротомографы, мы сталкиваемся с проблемой скорости сознания. То есть это очень медленные методы, у нас сознание куда быстрее. И там очень нашумевшие исследования про… Мы осознаем принятое решение через 30 секунд после того, как… Не позволяет, на самом деле, окончательно, вот, научно, как это принято научно, совсем четко сказать, что сознание именно это. То есть все эти исследования очень важны и безумно интересны. Для меня это просто вот бесконечный… Я не знаю, мне кажется, меня нужно оттаскивать от материалов, потому что там и есть забываю. Но, к сожалению, сейчас все еще фундамента того, что будет задавать рамку и объяснять, почему эволюция начинается, почему сознание происходит, почему что-то у нас вообще случается, оно отсутствует. Есть гипотезы и попытки. Самое лучшее – это действительно системные взгляды, попытка, например, там, теории функциональных систем, то, что Анохин еще начинал разрабатывать и сейчас все развивается и развивается. Вот, хотелось бы это добавить. Ничего того не знаю. Где происходит сознание, оно еще не найдено. Что это такое? Я не говорю про сознание, когда мы осознаем нигде оно происходит. У нас нет сейчас четкой, насколько мне известно, может быть, я прям сильно ошибаюсь, я на всех случаях могу сказать, что я не читал вообще всех, всего того, что выпущено из института Макса Планка, не прочитал. Там их слишком много. Насколько мне известно, исходя из того, что сейчас есть, мы не можем окончательно, да, скорее всего, это очень похоже на правду, но мы не можем сейчас окончательно сказать, что это именно оно. И бывали такие случаи, когда то, что было очевидно, вдруг внезапно становилось, что это вообще про другое. Там мышка рядом пробежала. Ну, то есть, то же самое, что помните историю про дофамин и крыс. Все были уверены, что это гормон счастья. Нет, господа, когда крысам повально сделали ошибку, промазали мимо центра, и выяснилось то, что крысы, когда нажимали на кнопку, они получали не счастье, и поэтому снаркомаливались и умирали без всякой еды, а они получали обещание того, что если ты нажмешь в следующий раз, тебе точно будет счастье. И они умирают, просто нажимая эту кнопку, потому что всякий раз они получали это обещание, и была ошибка, и очень долго была идея, что дофамин – это счастье. Я просто на всякий случай, то есть я всякий раз, когда что-то читаю, что ты узнаешь, я всегда даю такой ценз, что может быть, сейчас все поменится. Спасибо. Спасибо, Владимир. Анастасия. Анастасия. Это замечание. Просто насчет локализации сознания, тем очень интересная большая, просто хотел обратить внимание на работы Экклса. Экклс – это лауреат Нобелевской премии по нейрофизиологии, ученик Шерингтона. Вот у него есть крышка «Self Adrift Brain», где он убедительно, чисто нейрофизиологически, показывает, что сознание в мозге не локализовано. То есть модель, грубо говоря, телевизора. Глупо искать в телевизоре дикторшу, который читает передачу, Реслана, который бегает по экрану. Их там нет. Это приемник, который принимает эту информацию. Поэтому, если говорить о современных представлениях, то сознание, оно не локализовано в мозге. Мозг – это своего рода лунокод с процессором, который принимает команды от того, кто им управляет. Иногда хорошо, иногда плохо. Поэтому, если мы говорим о контакте мозга и тела, это отдельно очень интересная тема. И проблема, что сейчас этот канал, как правило, нарушен. У людей продвинутых цивилизаций, древности, Индия, Тибет, Китай, этот канал был максимально открыт, поэтому они демонстрировали фантазические и физические возможности. Скажем, я могу напомнить про боевые техники того же Тибета, где человек за секунду успевал делать то, что нам требуется десятки минут. Или те же нидзи, японские и так далее. Поэтому, вот эта тема приемника и сознания вне, она очень интересная, ее надо всегда держать, потом понятны многие вещи становятся. Ну и там еще есть очень интересные модели квантовой механики, о нелокальности взаимодействия сознания, о том, что мы находимся за пределами нашего тела, представляем квантовые волны и так далее. Ну это огромная тоже интересная тема. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас, известно, что уже Яков Маршак был первый. Поэтому, кто первый встал? Да, пожалуйста, Яков. Я просто хотел напомнить по поводу того, получаете, животный или человек, неисповение под активацией центрального полезного деяния, мы уже запомнили, были же опыты на людях. В 70-е годы доктор Роберт Гамбре Хи в Луизиане в одном госпитале решил попробовать работать с активным геем, которого сажали все время за то, что он насиловал мужчин. Это был здоровенный, черный. В конце концов, его после нескольких операций поместили в лечебницу. И есть фотографии того, как ему внедряли, потому что не сразу куда подавалось нащупку, потому что вся конфигурация отличается от крысы, на которой в основном делали это. Ему внедрили микроэлектроды, стали подавать 50 милливольт, и он просто раз, во-первых, у него отнять от него можно было, когда ему дали самонажимание. И, конечно же, там было и то, и другое. И блаженство мгновенное, и потом сильное ожидание этого блаженства. то есть, если мне удастся показать презентацию, и у меня будет сейчас доклад. Удастся, удастся. Там будут именно области, те области мозга, где соседствуют именно уровень, ну, самоощущение, назовем это так, и уровень жажды удовлетвориться. И как они взаимодействуют между собой. Я хотел сказать, что конечно, у крысы лабораторно невозможно прощить, а что же там было. А люди были, и это не только один ученый, но было несколько пациентов, пока ему это строго не запричили, и это стало очень, так сказать, посудным делом. помпы на микроэлектроды, на литр. Ну, это понятно. Спасибо. 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 Попробую сформулировать вопрос, не знаю точно, как задать. Хотел... Назовитесь. А, ну, меня Михаил Бросский задал. В первую очередь, уважаемому актеру, извиняюсь, я забыл имя, Андрей. Попробуйте порассуждать на тему «Я». Вот, самоидентификация и «Я». Ну, тем более, вам понятно из наклона, что такое роль, насколько глубоко она может войти. Где разница между «Я», актера, например, ну, из-бого человека как таковым, и ролью? можно ли вообще сделать подмену химические реакции организма, типа там, серотонинов, там, фатминов, там, и прочее. Вот на эту тему можно поговорить? вообще на эту тему существует целый проект «Школы игры Вадима Демчук». Я, хотя не являюсь больше ее, скажем так, и участником, в общем, там, очень много практики, позволяющей на этот вопрос ответить. Но я попробую сейчас свою позицию сформулировать. Я исхожу из того, что ролью в театре является комплексное психофизическое состояние. То есть, я что-то чувствую физически, я что-то чувствую эмоционально, я какие-то мысли думаю в этом моменте. Вот этот целостный, этот блинчик из физических ощущений, эмоциональной реакции и мыслей есть роль. по крайней мере, в хорошем театре, и когда я готовлюсь и создаю этого никакого персонажа, то работа происходит именно таким образом. Значит, если мы посмотрим на то, что происходит в жизни, то каждую секунду мы находимся в каком-то комплексном психофизическом состоянии. Мы что-то, сейчас, я, я, я еще то задам. Ну давайте. Значит, и плюс известные, известные ну, технологии, жизни, ситуации, когда у человека множественные личности. И вот где там я, не я, актерство, притом искусственно сделанное и вот как в качестве заболевания. Вот мне кажется, что разница между в этом смысле артистом и человеком не актерской профессии только в том, что актер себя идентифицирует как профессиональный актер, а человек не актерской профессии нет. Я, в общем, живу с идеей о том, что мы играем бесконечно и просто не отдаемся в этом отчет. И если мы понаблюдаем за тем, как происходит наш день, вот момент, когда мы проснулись, довели себя до душа, особенно если мы не выспались и надо там рано утром куда-то ехать, потом сделали себе кофе, позавтракали, потом в каком-то транспорте доехали до работы, потом еще и так далее, и так далее, и так далее, и понаблюдаем за тем, как меняется это наше комплексное психофизическое состояние, то, возможно, мы заметим, что это всякий раз практически разные персонажи. Что там сонный хомяк, который пытается выбраться из-под кровати, из-под постели, это один персонаж, там человек, который там ругается на пробке и в машине, это другой человек, тот, который общается с боссом, третий, тот, который... Или, ну, прямо это вот общая вообще такая банальная, банальный пример, когда, например, в фильмах это очень часто происходит, когда, может быть, вы видели какой-то скандал большой внутри компании, и очень напомню, что она идет, разговор, человек говорит, я не понимаю, как ты не понимаешь, у него звонит телефон, да, дорогая, я перезвоню, так вот, я тебе говорю... Это что с ним произошло вот в этот момент, что как не переключение ролей? То есть, только что был вот этот вот вопяще возмущенный начальник, тут же превосился в какого-то котика, сказал, да, мило, я перезвоню, и обратно. Соответственно, в нас это переключение автоматично, как в том старом украинском анекдоте, периодически возникает. И, соответственно, есть при этом какая-то часть нас, вот то, что мы называем осознанностью, способностью отслеживать свое поведение, способностью рефлексировать, а что чувствую в данный момент, это вот то, что какой-то поэт старый британский назвал, это такое ощущение, как шторм, какое-то холодное, холодное наблюдение за тем, что происходит со мной прямо сейчас. Есть анекдот такой, когда сидит Фурманов на обрыве реки Урал, и вдруг видит, как по Уралу на огромной балалайке плавит Петька. И он говорит, «А, мы с Василием Ивановичем джаз-банду разгромили». А Василий Иванович где? «Да по дну рояль толкает». И вот у нас в жизни бывают даже ситуации, когда мы, как Василий Иванович, толкаем по дну рояль, а какая-то часть нас в это время с обрыва, как Фурманов, наблюдает за этим происходящим, и, в общем, совершенно спокойно может оценки какие-то давать происходящему, или говорить, «Молодец, давай, недолго осталось, ты сможешь». Ну, судя по смеху, вы понимаете, о чем я говорю, да? Нервному смеху. Да, у кого-то прям сейчас это происходит. Вот. И в этом смысле мне кажется, что мы игривые существа, в общем, в своей основе, и актерская профессия является просто органическим продолжением нашей человеческой игривой природы. И что мы можем с этим сделать, это использовать это как инструмент, признать, что мы многоликие существа, признать, что мы можем быть разными, и это хорошо. А вот где разница, между диагнозом и здоровьем, мне кажется, исключительно вот в этой способности рефлексировать, что есть некий центр, который это переключение осознает. Потому что я сейчас не глубоко, я, возможно, мне сейчас стыдно вообще даже заходить на эту тему в присутствии серьезных профессиональных людей, но я читал, что у людей, страдающих множественной личностью, происходит частичная амнезия, что в тот момент, когда, например, это описано в кейсе с Билли Миллиганом, когда в пятно входила девочка, которая хотела секса, и которая, собственно, была виновна в изнасиловании, после которого его посадили, в этот момент у всех остальных персонажей, и в том числе у центральной личности Билли Миллигана, наступала амнезия, он потом не помнил, что делал тот персонаж в пятне. И вот в этом, мне кажется, исключительно грани заключаются. это когда я не контролирую, что делают мои разные части и не в состоянии никак этим процессом управлять, в этот момент возникает болезнь, возникает, ну, или, скажем так, некое расстройство, да, когда там, видели же этот фильм, головоломка наверняка, где там, «Уйди оттуда!» Вот это все, да, вот оно же, вот как оно устроено в неуправляющем собой сознании. А в управляемом варианте это когда я всех своих внутренних персонажей знаю, я могу им там давать целые имена, это очень много в школе игры, когда там люди прямо составляют список своих ролей, туда же, вот человек сидит, человек сидит, человек сидит, человек сидит, человек как минимум один, который на этом тренинге был, вот, и составляешь прямо список своих ролей, человек, и там бывает, доходит до 120 с лишним персонажей разных. У них есть имя, у них есть повадки, у них есть походка, и этот, как раз к вопросу о творческом процессе внутреннем, это мои личные игры воображения с самим собой, которые позволяют мне свою жизнь делать более богатой, более эффективной, более яркой, более интересной. И я подбираю каждый раз нового персонажа для той или иной ситуации, что вот сейчас мне надо пойти там о повышении зарплаты, поговорить с боссом, я знаю, в какой роли я сейчас пойду, чтобы он меня услышал, наконец, или сейчас мне надо там ума вопрощение попросить, которые я нахамил перед этим, я тоже знаю, как я сейчас, ума, вот это все. И это может быть осознанной игрой, которая делает жизнь управляемой, привносит в нее больше вдохновения, больше радости, больше кайфа. Вот, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Нет, я просил порослушать, порослушал. Ну вот, собственно, Андрей тебя слушал, слушал, и мой отклик, кстати, у тебя тоже потом будет, окей, следующий за мной Марс, мой отклик на твои слова, мы очень часто создаем в себе очень узкую клетку для ума, навешивая на себя какую-то одну идентификацию, я психотерапевт, или я дворник, или я сантехник, а также мы очень любим заигрываться в игру «А кто я?» Давайте найдем свое истинное «я», давайте себя как-то вот идентифицируем. И мы можем всю жизнь искать, пока не угомонимся, пока не найдем. Вопрос, что мы находим. И сейчас я ж любитель Востока, и сейчас с точки зрения Бонского Закчена хочу к этому подойти, но давайте посмотрим на поиски собственного «я», как продукта сознания. Вот, начну издалека, можно сказать, что у меня есть вещи, но я не есть вещи. У меня есть мое тело, но я не есть тело. У меня есть тело. То есть есть некое «я», которому принадлежит тело. У этого тела есть каналы восприятия, зрение, слух, осязание, обоняние, но я не есть эти каналы, я ими воспринимаю. Тогда можно задаться вопросом. Отлично, у меня есть каналы восприятия, в том числе у меня есть мышление. Могу ли я своим видением, своим зрением увидеть того, кто видит? А не могу. Могу ли я услышать слышащего? Не могу. Могу я понюхать нюхающего? Не могу. Могу ли я постичь своим сознанием того, кто мыслит? Не могу. Вспоминая теорию систем, невозможно определить систему ресурсами самой системы. Для этого нужно выйти за ее пределы и уравняться с ней. То есть получается так, что ни одним каналом восприятия данным нам природы, в том числе и собственным умом, я не могу отрефлексировать собственное существование. Но при этом я же есть. Есть же некое самоосознавание. Не факт. Но при этом я же мыслю. То есть получается так, что с точки зрения теории системы, с точки зрения опыта, я есть. То же самое можно сказать, ум есть, сознание есть. Искать можно, найти нельзя. Поэтому все, что мы находим, это, собственно, галлюцинация о самом себе. Собственно, вот я о чем. Жень, как ты не скажешь. Галлюцинируйся, назовем. Маш, потом я хотел бы, Женю, хотя бы послушать. Маш, давай. Да, вопрос был по поводу синдрома множественной личности. И Андрей усказал по поводу профессионального взгляда. Я сейчас пишу кандидатскую диссертацию в аспирантуре психотерапии и наркологии. У меня тема, конечно, трансперсональная психотерапия и реабилитация лиц с зависимостью. Но буквально полгода назад или год назад я резко в этот момент решил переименовать. И научному руководителю звоню и говорю, я хочу делать по синдрому множества личности. На что, конечно, она сказала, а мне нет. У меня это не осталось. По поводу множественной личности. Она сказала, что технически, конечно, через три года аспирантуры менять тему на такую тему достаточно очень непонятную психиатрии. Потому что сейчас психиатра относится просто к истерическому расстройству, как мы знаем. И в целом у нас в МКГ-10 классификация болезни – это конверсионное диссоциативное расстройство. И там есть подпункт – синдром множества личности. Часть психиатрии на стороне действительно каких-то личностей, часть как истерическое расстройство. Но где-то полгода, год назад меня это очень заинтересовало в связи с большой обращаемостью пациентов именно с таким расстройством. И что чаще происходит с такими клиентами, с этими людьми, куда они чаще всего обращаются. К различным видам целителей, целителей, так называемых экзорцистам, которые эти личности из них изгоняют. То есть там конкретно у одной пациентки 3-4 личности, там мужчины из Ирана, там девочка маленькая. А как они ко мне попадают? Конечно, на трансперсональные практики, на дыхательные практики. Я начинаю с ними работать, но потом они ищут какой-то такой экзотики или не экзотики. Но они же хотят избавиться, не интегрировать, а избавиться. Они предлагают избавиться, то есть либо экзорцисты, либо такие целители. А что, конечно, происходит, все-таки неэффективно, и они опять возвращаются на интеграцию. Это их тени, альтер-рега, субличность и всего остального. Так вот, игровые методы, трансперсональные, психодраматические, терапия творческим самовыражением, как одна из самых эффективных в стране по реабилитации психотических пациентов. Вот Марк Генч Бурно проводит, один из наших главных психотерапевтов страны. То есть эти методы, они все-таки эффективнее, чем экзорцизм показали. И я думаю, все-таки, что... А, по поводу истории. Я эту тему начал уже изучать в одно время, как сказал, полгода-год назад. Оказывается, в истории до 20-30-х годов, прошлого века, 1920-30-х, за 100-200 лет всего лишь было описано 3-4 случая синдрома множественной личности. Всего. А начиная с до военных времен, сотни появились. С конца 80-х классов. Да, вот с 20-30-х годов они начали регистрироваться чаще, и сейчас их много. А об этом не страшно стало. После фильма «Стекло» миллионы, да? Просто об этом не страшно стало говорить. Эволюционный процесс может быть. Может быть. Но мы как-то смогли классифицировать, да, относиться к чему-то. Ну, до сих пор это даже у нас в психиатрии и классификации расстройств, если говорить о расстройстве, это до сих пор единого мнения нет. Поэтому, ну, я думаю, что если о вопросе о какой-то научном трубе, киссертации, я думаю, что впереди и может получиться. Поэтому, спасибо. Может, Ролей Юрьевич, что-то было. Мне хочется немножко дополнить Марса. И как врач, который изучал психиатрию и психотерапию, я однажды задумался, почему, так скажем, двойственная личность, почему расщепление личности, да, почему? Ну, так скажем, дьявольское расщепление личности, да, почему вот эта двойственность, да, и тоже, и согласно Оксфордскому словарю, диаболос, да, дьявол, это то, что разделяет надвое, да. Ну, у нас почему-то в России все гораздо сложнее, да, то есть там раздвоение, расщепление, а у нас расстройство. То есть это созвучно, да, то есть вот Марс как врач-психиатр, он расстройство личности, расстройство, да. И однажды задумался, почему расстройство, да. И это удивительно, оно сочетается с, в общем-то, с трехчастностью мира, да. То есть если мы вспомним мифологию, мы помним, что есть нижние миры, то есть корни мирового дерева, есть серединные миры, ствол мирового дерева, есть кроны мирового дерева, да. То есть и вот отсюда, получается, человек расстроился, да. Весь мир раздваивается, мы расстраиваемся, да. Мы расстраиваемся, да. И, соответственно, тоже, ведь дом мы не сдвоим, мы не счетверим его, мы его строим, да. То есть и есть расстройство, да, но есть что-то, что позволяет нам стать стройными, стать, выстроить что-то из собственного духа, из собственного тела, из собственной души. Возможно, это и есть некий эволюционный процесс. Троица Рублева имеет к этому отношение? Конечно. И здесь, я думаю, что величайший, так скажем, практик, духовный практик Рублев, здесь, безусловно, то тоже, если говорить о русской православной иконе, мы... такое понятие, как ассист, да, то есть рассеивание света. И в работах графа Трубецкого о русской иконе мы соприкасаемся с этим понятием ассиста, где рассматривается Христос, затем это апостолы, и, так скажем, дальше идет рассеивание. Также, возможно, и некое, не только рассеивание этого света, но и, так скажем, некий путь обратный, да, то есть для, можно сказать, склеивания этой трещины, можно сказать, это возвращение к этому свету, можно сказать, что нахождение присутствия этого света, но, так или иначе, мы говорим о том, что было названо Триарем де Шарденом, точка омега, то есть некий конечный пункт нашей с вами эволюции. Спасибо, я бы передавал слово Евгению Харипову. Ну, я хотел бы тоже добавить в эту важную очень тему, которую мы сейчас в конце затронули, тему о расщеплении личности, о подселении, там по-разному можно ее называть. Булай Декорский. Просто надо помнить, опять же, такую ситуацию, что человек современный склонен мифологизировать реальные вещи. Вот конкретный пример из нашего недавнего прошлого, Чернобыльская авария, выброс гигантского количества радионуклеотидов, я там просто участвовал в ее последующей реабилитации всего этого дела, много раз в Припяте ездил в Чернобыль, что выдавало нам прессы. Ребята, не бойтесь, это радиофобия, никакая радиация на вас не действует. Если мы по такому же пути не пойдем с подселением, то будет тот же самый результат, что с Чернобыльом. То есть гигантский социальный взрыв, и все развалится. Потому что реально, совершенно правильно ребята говорили, что сейчас количество вот этих вот случаев расщепления личности, размножения и так далее, это реальные факты. Конечно, тут кино влияет, ужастики, но это как реальность работает тоже 100%. И тут можно выделить несколько параметров. Во-первых, это приближающийся апокалипсис, читаем Иоанна Богослова, читаем тексты про шамбалинскую войну, там это все описано. То есть границы между мирами истончаются, идет прорыв инфернальных сущностей, и та личность, у которой связь сознания и мозга слабая, она вот как раз попадает в чаманы, то есть в селение. Но если кто-то занимался серьезно шаманизмом, понимаешь, что шаманы – это человек одержимый духами. Разница в чем с психически больным человеком? Шаман умеет их контролировать. Человек, который сходит с ума, это человек, который вселяется в духе, и он их не умеет контролировать. Так он становится по медицинской аналогии шизофреником, но его постепенно превращают из психически больного в слабоумного. И он кончается в свои дни, сами знаете как. Поэтому та же самая ситуация и здесь. Если мы хотим людям помогать, надо понимать механизм. Но понимаешь, это реальное вселение, вхождение. И здесь вот как раз наши электронные гаджеты современные тоже играют очень плохую роль. И они продвинут компьютеров, смартфонов и так далее. Но это средство повышенной опасности, даже как автомобиль. Едешь за рулем, ты уже понимаешь, что ты можешь убить человека. Поэтому надо быть максимально собранным. А тут, наоборот, могут убить тебя, если ты работаешь с компьютером, смартфоном, становишься вот эти вот подвешены на зависимость. Когда ты там суперродавчика смотришь какие-то мыльные сериалы, в соцсетях сидишь и так далее, это идеальнейшие условия для того, чтобы произошло вселение в тебя и расщепление личности. И, конечно, вопрос есть, когда это индукцированное какими-то фильмами, еще чем-то, это иллюзия подселения. А когда это реально? Но на самом деле, мой опыт показывает, что легко достаточно отличить, потому что это, ну, во-первых, когда личность реальная появляется, она совершенно другие измерения поведенческие, эмоциональные дают, чем человек, вот как личность реальность, вот этот был. А если это имитация, это, ну, грубо говоря, слабые фантазии того же самого человека. Их видно. И, конечно, по энергетике моментально видно, потому что подселение – это мощнейший отсутствие. То есть вы чувствуете холод, вы чувствуете потерю жизненной силы, у вас затормаживается время. Ну, вот если общались с таким людьми, в общем, это достаточно негативный опыт. Там, где серьезно, настоящее подселение. И вопрос, как это лечить, вопрос сложный. Почему? Потому что есть опыт Тибета. Чем Тибет отличается? Это реально место силы, где истонченная граница между мирами уже много тысячелетий. Поэтому там все вот эти феномены паранормальные, так сильно выражены. Так вот, там ситуация очень распространена, когда в человеке кто-то подселяется. Это может быть плохой дух, может быть полезный дух и так далее. В любом случае вызывают ламу. Лама сам не в состоянии выгнать из него это. Он призывает кого-то из хранителей тибетской традиции, то есть богов-полубогов. И уже с их помощью они узнают, кто у этого человека вселился. Дальше уже спрашивают этого человека. Скажем, если в нем усилился дух, способный быть оракулом, хочет ли он быть оракулом? Он соглашается, это сильнейшее ограничение. Он должен вести монашеский образ жизни, никакого секса, никаких там излишек идей и так далее. Иначе у тебя просто этот дух порвит, умрешь. Вот. Если ты не хочешь, дух изгоняют. Если это демонический дух, то тоже происходит. То есть это целая психотехнология, но уже она работает, оперируя категориями какого-то шаманского космоса, шаманского мира. Поэтому я считаю, что реальность настала, что нам надо серьезно изучать. Но если будем сидеть, как страус, спрячем голову в песок в рамках материализма, конечно, мы ничего реально не сделаем. Будем просто наблюдать, как все это развалится. Спасибо, Женя. Ну что, два часа. Я выпал в роль Цербера, хранителя времени, передвижного Володи Майклова. Ну что, большое спасибо всем участникам другого стола и всем вам. За начало конференции, за ваше внимание, за ваши горящие глаза. Мы сделали первый шаг. У нас сейчас время, чтобы вдохнуть все, что сейчас вы почувствовали, все, что восприняли, и переварить полтора часа на обед. После обеда мы разделяемся на три потока. Проблема выбора вы сами решите. В этом зале откроет мастер-класс Яков Маршак. Я же встань, пожалуйста. Метод клиника Маршака. Первый трансперсональный подход к лечению зависимости. Кундалини-йога принесена в Россию Яковым Маршаком тоже. И Яша, крупнейший эксперт в этой области. Здесь же за Яшем Маршаком Андрей Лант, вы его знаете, продолжит свой мастер-класс «13 принципов магии» и так далее. Читайте в программе. И вслед за ним Герман Каринский, вы его тоже знаете. В аудитории 112-113 Марс. С Марсом вы немножко познакомились. Работа с энтогенами, как инструмент развития дела его жизни. Затем его сменит Александр Жвакин. Его вы тоже знаете из круглого стола. Традиционная роль необычных в состоянии сознания у финно-угров Прикамья. Александр занимается этой темой лет 25, наверное, да? 20. 20, лет 20, да. Это его, одно из его многочисленных субличностей, исследователь древней культуры. И его сменит Александр Страник. Книжку его о трансперсональном рисунке. И вторая книжка, новая, только что изданная. Наверное, она тоже уже закончилась. Но я вам покажу. Другая психология. Александр расскажет нам о трансперсональном рисунке, как эволюционной практике. И в аудитории 114 Матвей Зотов продолжит тему тоже «Финансы как пространство развития». У Матвея, я думаю, есть какой-то опыт и желающие об этом узнать смогут прийти на его мастер-класс. Затем Ирина Лехт. Ее палочку-выручалочку вы уже видели. Да, двояко, двояко дышащая флейта, да? С двух сторон там на ней можно играть. И из центра тоже. Ирина сертифицированная ведущая велотрубного дыхания. Стюардесса на пенсии. Отлетала лет 20, да? И исследовательница древних культур и неров, которые много лет ездили в Перу и другие замечательные места. И Евгений Беляков. Введение... Евгений, покажите, пожалуйста. Введение в целостное движение как инструмент развития. Так что на любой вкус у вас есть мастер-классы. И если вы пришли на один мастер-класс, то уйти из него можно только, если вы как-то деликатно не нарушите пространство работы, не помешаете ведущему и участникам. Ну что ж, хорошего отдыха, общения. Полтора часа микророза.